Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы ко мне заглянули. Очень рада вас видеть! Сегодня приготовим очень быструю и простую закуску. На всё про всё нам понадобится буквально минут 10. Получается очень вкусно, сочно. Готовьте обязательно побольше. Для рулетиков нам понадобится капуста. Я взяла пекинскую капусту, но, кстати, молодая капуста белокочаны тоже вполне подойдёт. Белую часть у капусты я в этот раз отрежу. Она нам не понадобится в этом рецепте, но в последующем рецепте как раз она нам пригодится. Зелёные нежные листики разбираем, промываем и заливаем кипятком буквально на 2-3 минутки. Начинка здесь может быть абсолютно любой. Я в этот раз возьму ветчину, тоненько её нарежу и также возьму сыр. У меня плавленый сырок и ещё плавленый сыр пластинками. Можно заменить и на обычный сыр, и на сулугуни, и на брынзу. В общем, кому что нравится. На капустный листик выкладываем ветчину, сверху сыр и ломтики тоненько нарезанного помидора. И плотненько заворачиваем в рулетик. После того, как листики капусты чуть-чуть полежат в горячей воде, они станут мягкими, податливыми, очень пластичными и легко заворачивать. В миску разбиваем 3 крупных яйца, добавляем щепотку соли и взбалтываем вилочкой или венчиком. Чтобы яичная масса была чуть гуще, я добавлю столовую ложку муки. Всё хорошенько перемешаю. Муку добавлять совершенно не обязательно. Каждый рулетик окунаем со всех сторон в яичную смесь и выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом. Обжариваем рулетики с двух сторон на среднем огне до румяной аппетитной корочки. Вот такие красивые, очень аппетитные и вкусные рулетики капустные получились. Готовить нужно непременно побольше, но потому что очень вкусно. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok